Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сегодня у нас распаковка новой кухонной утвари, или нового кухонного гаджета. Тут какое слово вам больше нравится? У меня уже есть один такой прибор, и вот появился новый. Заноси! Давайте вместе откроем эту штуку. И, как вы поняли, это электросушилка. Она сделана в России, называется Мастерица. Вот здесь вот должно быть написано, вот так. Никогда не пользовалась вообще ничем этого производителя. Очень интересно, сколько она прослужит, какого хорошего она качества. Вообще на нее гарантия вроде бы 2 года. Надо отнайти. Вот я нашла 2 года гарантии. Низкий уровень шума. Это значит, что вентилятор работает не так слышно, наверное, как на прошлой нашей сушилке. Книга рецептов и мощность 500 ватт. Ест она, к сожалению, больше, чем наша предыдущая. Но она и сама побольше, размером она повыше. И я еще дополнительно заказала сразу вот такие вот поддоны. Они предназначены для пастилы. То есть можно купить или собрать в огороде любые фрукты, ягоды, перемолоть их блендером, залить вот сюда. И получится пастила, которую сейчас продают в магазинах. Она стоит вообще недешево. И такую пастилу можно готовить дома. Но думаю, что намного проще, дешевле заплатить за электроэнергию, чем покупать такую пастилу в магазинах. Вот поддона у меня здесь три. Еще, видите, все закрыто. Все в пленке, со штиф-кодом. Ничего еще не открывала и не тестила. Написано, что это сушилка для овощей и фруктов с функцией йогуртницы. Вообще-то у меня есть отдельная йогуртница от Тефаль. Вообще древняя, наверное, лет уже 15. Она до сих пор работает. Поэтому не уверена, что функцией йогуртницы я буду пользоваться. Но попробовать точно стоит. Вот здесь, кстати, написано на английском языке. Это очень забавно. Учитывая то, что здесь нарисована такая матрешка. Ну, давайте откроем. Коробочка прям такая веселенькая, интересная. Наверное, мне понадобится помощь, чтобы ее достать. Женя мне достала сушилку. Я позвала на помощь. Хочу еще отдельно отметить еще раз коробку. Посмотрите, она такая в русском стиле, с красивым узором, с матрешкой. Вот здесь вот на логотипе. Мне кажется, это очень классно. Потому что это российское производство, российская компания. И они решили не подстраиваться под современные западные тренды, а сделать вот такое что-то уникальное, такое национальное. Мне кажется, у них это здорово получилось. Ну что, давайте перейдем к сушилке. Она здесь вот упакована в пакетик, как обычно. Коробочку уберем. Смотрите, какая большая сушилка. Высокая. Еще раз скажу, у меня есть уже другая сушилочка. Она чуть поменьше. Поэтому мы, скорее всего, если это нам понравится, то либо оставим себе и будем сушить просто очень много продуктов. Потому что реально мы собираем много урожая. На рынке постоянно что-то покупаем. Летом сушим. Больше, чем замораживаем. Мне очень нравится такой способ приготовления. Прямо мой любимый. И либо мы оставим себе обе сушилки, либо ту старую родителям, может быть, отдадим. Потому что у них тоже много урожая. В общем, будет видно. Так, сейчас я передвину ее сюда. Наверное, вам проще будет так ее рассмотреть. И открываем. Ну, на вид пластик достаточно хороший, плотный. Интересно, сколько он проживет. Потому что если пластик некачественный, то здесь же высокие температуры при сушке, то он будет трескаться и идти такой некрасивой паутинкой. На нашу прошлую сушилку она тоже вообще недорогая. Такого не было. Надеюсь, что здесь тоже такого не будет. Вот это крышка. Дальше. Здесь книга. Не книга с рецептами, это просто инструкция. Нужно ее прочитать. Делаем потом. Смотрите, опять элемент дизайна. Вот такая вот штука с матрешкой. Очень, мне кажется, красиво выглядит. Вообще прям за дизайн плюс. Я не скажу, что я любитель сама таких аляпистых вещей. Но вот конкретно этой сушилке прям отлично подходит. Такая веселенькая, сделана в России. Матрешка прям огонь. Кстати, объем сушильной камеры здесь 30 литров. Это прям достаточно много. Как выглядит поддон. Тоже, что важно, вот эти вот щелочки узкие. И можно резать продукты достаточно мелко, и они не будут падать. Это почему важно? Потому что, например, я люблю сушить клубнику или садовую землянику. Она бывает очень мелкая, и если вот эти вот крупные отверстия, она туда падает, и это неудобно. Сюда, в принципе, мы, наверное, разложим. Правда, здесь вот заметила, какая-то штука есть на поддоне. Блин. Как будто бы они пластик не удалили. Сейчас я вам покажу поближе, как это выглядит. Видно, не видно? Не видно, да? Видно. Так, вот не знаю, наверное, так не должно быть. Но, ладно. Что здесь? Вот еще поддон. То же самое здесь. Вот здесь какие-то элементы пластика, которые почему-то остались. Но, наверное, их не должно здесь быть. Не знаю, посмотрим, как это все работает в процессе. На каждом практически поддоне есть вот эти вот недочеты. Ладно. Есть везде. Блин. Жалко. О, на этом нет. Вот единственный поддон без косяков чистый. С чистыми дырочками. Не знаю, надеюсь, ребята посмотрят нашу распаковку и скажут нам, так должно быть или все-таки не должно. Вот. Здесь тоже ничего нет. Два поддона вообще идеальны. Но тоже хочу сказать, что они достаточно тяжелые и как будто бы пластик должен прослужить долг. Надеюсь, что вот этот вот маленький дефект никак не скажется на качестве сушки. Но это мы узнаем только после тестов. Здесь у нас что такое? Я не знаю, что это за штука. Как ты думаешь, что это за штука? Это, наверное, крышечка на вентилятор, чтобы сюда не попадали кусочки продуктов и сок сюда не стекал. Вот. Что здесь еще есть? Посмотрите. Так, вот подниму, наверное, будет проще видно. Она такая розовенькая. Вот такого цвета малинового, как и в дизайне. Не знаю, какие есть еще цвета, но розовые, в принципе, смотрятся неплохо. Здесь температура в диапазоне от 35 до 60 градусов. Просто поворачивается этот выключатель. И написано, кстати, здесь же на панели, какие продукты при какой температуре нужно готовить. Это удобно, потому что не придется все время заглядывать в инструкцию. Здесь вот яблоки, грибы, пастила, йогурт, абрикосы и бананы. Но на моей прошлой сушилке температура была, по-моему, до 90 градусов. И в ней можно было готовить еще и мясо. То есть мы вяли мясо, курицу. Здесь вот температура только 70. Возможно, мясо в ней тоже можно готовить. Это, опять же, нужно только пробовать. Пока тут ничего не понятно. Вот такая вот у нас сушилка. Провод, не знаю, наверное, метр. Он не сильно длинный, но как бы сюда вот в розетку мы его воткнем. Поставим на окно и будет нормально. Так, мы все открыли. И я вижу, что здесь нет баночек для йогурта. Они же были на коробке вроде. Ничего нет. Так, смотрим. Вот, смотрите, написано. Вместимость баночки йогурта 9 штук. Но мелким шрифтом написано, что в комплект они не входят. Поэтому, если вы хотите готовить йогурт, банки нужно покупать отдельно. И я даже не знаю, есть они у них или нет. Но, наверное, раз они про них пишут, то, скорее всего, должны быть. В общем, йогурты готовить можно, но не в чем. Вот так. Но вообще, йогурты можно приготовить в любых стеклянных банках. Главное, чтобы они у тебя умещались. И я так думаю, что вот эти вот высокие борты как раз, наверное, для йогуртов и должны подходить. Я не знаю. В общем, надо читать инструкцию и разбираться с этой сушилкой. Но если производитель дает гарантию 2 года, она 2 года точно должна проработать. Я надеюсь. В общем, ребята, мы будем ее тестить. Обязательно снимем прямо в самое ближайшее время пастилу. Потому что я очень хочу приготовить пастилу из банана. Я ее просто обожаю. И мне прям хочется посмотреть, как это все будет выглядеть дома. И насколько это вкусно, насколько это просто. Обязательно снимем вам рецепт и ждите подробный отзыв. Вот такая у нас получилась распаковка. Я сама первый раз смотрела на эту сушилку, поэтому тоже ничего не знаю. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Со временем ее тестирования я буду на них обязательно отвечать. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.